Привет, зритель! Сейчас ты увидишь мой уход на ноябрь 2022 года. Я тут с лапками вот так сижу, но я сижу очень близко к камере, поэтому не видно, что я тут сижу с лапками. Смотри, какой замечательный крем для лица, ты так подумал, да? И правильно подумал, но на самом деле я его юзую как крем для рук. Это мне подарок от подписчицы Светы. Мэ Ак Лив, Ак Лайв, хрен знает. Но я думала, что это какой-то зарубежный фирм. А оказалось, это какой-то русский производитель. Лаборатория МНС, 36 месяцев срок годности. Тут вот было написано, по заказу ИП Макеева, ЕВ. Ну, короче, вот какой-то Макеев. Это делает крем с комплексом антиоксидантов, церамидов, разномолекулярной гиалуроновой кислотой и компонентами, защищающими, предупреждающими чувствительность кожи 30 мл. Она мне его как-то подарила, чисто попробовать. Не знаю, вот мне так кажется, может, отсвечивает камера. В смысле, это лампа. У меня телефон-то там. Хотя мне чё этот телефон? Я же тыкаюсь в камеру чутка. Вот так вот. Вот так сделаю. Чуть-чуть убавлю свет. Ну, у нас ещё пятолочный свет. Короче, он у меня стоял, жрать не просил. Я чё-то сунулась в полку запасов. Думаю, блин, а чё у меня вообще есть? У меня как бы этот бочоночек мой корейский с маслом для тела закончился, который был в пустых баночках. Если ты зритель ещё не смотрел пустые баночки, глянь. Как раз пустые баночки к октябре. Тоже как раз отсветы. Я смотрю какой-то крем. Думаю, блин, у меня кремов для лица хоть жопой жуй. Ну, в смысле, свет для лица много. И я всеми не успею использоваться и т.д. и т.п. А вот для рук как-то... Ну, два крема для рук. Один в запасах, другой юзается. А мне надо что-то, чтобы оно стояло на кухне. Я вот так вот притянула руку и помалывалась. И он так хорошо увлажняет кожу. Рок! А у меня как раз сейчас тот самый момент. Ну, хоть я в этот раз ещё... Я в этот раз совсем чуть-чуть проворонила. И мне повезло в этом плане. Поэтому у меня кожа на руках не супер сухая, как вот каждую осень было где-то в это время. Не шелушится, не трескается кожа до крови. Пока ещё до этого я не успела дойти. Ну, я просто тут три недели помыла посуду без перчаток. У меня ногти стали сразу такие. О чём я жалуюсь в предыдущих видео. Посмотри эту серию. Пустые баночки, парфюмки. И вот теперь вот это. Тогда поймёшь, о чём я. Ну, и я как бы им мажусь. Он у меня стоит на кухне, и я им мажусь. Отличная штука такая. Спасибо, Света, за такой клемм для лица. Он очень хороший клемм. Подходит для рук. У меня тут два ухода подряд стабильно забывался. В кадр влезти в бочонок Кайлаша. Тут уже его кот насрал, но пока ещё что-то есть. У меня, кстати, болит голова. Надо как раз вот помазать, раз я достала его. Универсальная такая штука. Если тебе хочется отдельную воду на него, то есть плейлист Майиндзе, и там один из роликов посвящён вот этому. Вот я, может, если не забуду, если ещё Ютуб это позволяет, в буквы «И» в верхнем правом углу поставлю эту рекламку этого ролика. Ты ткнёшься туда и посмотришь его. Универсальная штука вообще. И у меня тут как-то случился такой маразм. В смысле момента я мыла сковороду волшебной тряпочкой Кринвей. Так получилось, что я палец вот этот ошпарила где-то так, прижгла наполовину. Думаю, что всё, писец. Я его держала. Ну, сначала охладила водой, потом помазала вот это. Под холодную воду потом им помазала, потом держала часа два, наверное, ледяной творог этим пальцем. У меня как-то оно всё спало, это опухоль. Потом ещё три раза за сутки помазала, вот меньше, чем за сутки, 12 часов ещё три раза помазала кайвашем. У меня палец встал как новый. Вся вот эта хрень спала. Так. Он вечный. Это подарок от подписчицы Лёли. Уже, наверное, привыкли, что я его, конечно, на даме держу. Это Эйвен Кэа масло кокоса восстановления. Ласян для тела, сухой, очень сухой кожи. Он слегка просроченный, но он никак не изменился. Внешне, я думаю, там же куча всякой химии, трансервантов, и поэтому он такой неизменный. Там немножко осталось, вот столько, наверное, где-то. Я его использую как лосьон для тела, как крем для ног, иногда как крем для рук. Если он ближе ко мне стоит, а я вот иду ночью из ванны в кровать, кожа на руках кричит, хочу увлажнение. Я его так каплю, так раз на руки, и мне счастье. Я его ещё использовала как мордопротиралку в деревне, не отложив в отдельную баночку, потому что он как бы, ну, ничем не пахнет, такой нейтральный, всё нормально. У меня тут алоэ, вера, желе, адриона, хорватская, на Вайтбрис покупалась. У меня тут кусок как-то так вот, ну, с пол ладошки упал случайно на кухне у батареи, а потом так приятно пахло, в кавычках. Точнее, как, у меня что-то рука дрогнула, и вместо того, чтобы оно поставиться в лицо куда надо, оно упало вниз. Вообще, я его бодяжу с водой фильтрованной, и он у меня идёт как тоник для лица, вот сейчас как раз будет эта штука, которая отвечает за тоник для лица, где-то она внизу. А так я им руки смазываю, ноги смазываю, лицо смазываю, ну, можно как маску для волос использовать. Универсальная штука, алоэ, кель, всё. Вот тоник, он не смотришь, что он в пищевой плёнке, это тот вариант, который в деревню ездил. У меня ещё есть такой же вариант, без пищевой плёнки, от которой в городе был, когда этот был в деревне. Я добавляю туда вот аойки, добавляю туда водички, встряхиваю на ватку, фейс протираю. Всем счастья. Если ты ищешь какой-нибудь нейтральный тоник, и при этом, чтобы самой делать или не тратиться особо, купи себе алоэ вера какой-нибудь гель. Разбойдя же его частично с водой, потряси, и будет тебе счастье. Так, у меня тут пена для ванн, сладкие сны, пена для ванн. 500 мл от Эйвен под Тарк, под пищицы Лёлечки. Я ещё в ванной с нём не лежала, как-то у меня по техническим причинам не получается. Только я всё собираюсь полежать, то у меня технические причины, как сейчас, ближайшие 7 дней, то у меня там голова кружится, то ещё что-то, то я вспомню про ванну, когда уже следующее утро. А я её стараюсь сутки по вечерам принимать, но иногда днём бывает так. Очень приятный запах, она напоминает мне мой любимый унисексовый аромат, аромат и ресно, а рот и фрешек, которые снятость. Так, вместо шампуня у меня опять самопальный шампунь, я сегодня мыла голову как раз вот с шампунем, там на основе эфирного масла лимона, фильтрованной воды, порошка спиролины, точнее не спиролины, это из порошка хлореллы, откуда я его взяла, я как-то на Вайтбрис купила зёрёный чай повтором, матчу, дешёвый такой, 155 рублей за 200 грамм, а там случился брак, и мне пришла вместо мати порошок хлореллы. Я сначала не была уверена, что это за хрень, а потом уже по узлам поняла, что это за хрень. Я сначала на вкус попробовала, странная какая-то, думаю, мало ли какая химия тут, и решила её бодяжить в шампуне. Когда поняла, что это действительно то самое, про что я подумала, думаю, ну пусть оно будет у меня как краситель для шампуня. Ну, в общем, на основе, мыльная основа от выдумщиков, основа от заклассического жидкого мыла, которое можно использовать как и для жидкого мыла, как и для шампуня, пенок для умывалок и прочего всего, вплоть до средств для мытья посуды. Вот оно. У меня уже была такая же штука, только как для шампуня. В принципе, знаешь, я разницы вообще не поняла. Мне кажется, что для шампуня, мыльная основа, что для жидкого мыла. Она одинаково густая, очень геморно понять, какая у неё должна быть всё-таки пропорция, хоть и пишут, что один к одному, но это не совсем так. И вот я смыла сегодня волосы, там у меня в составе была вот эта мыльная основа, эфирное масло лимона, оно очень сильно разжижает мыльную основу, вообще вот жидкую мыльную основу, именно вот для таких шампуней, ну вот именно такого типа, она очень сильно разжижает, буквально совсем чуть-чуть на капель, и она уже жидкая. И эта доля там какая-то, ну может чайная ложка этой порошка хлореллы. Я, кстати, сейчас пью в капсулах по 3 штуки в день, за час до еды где-то, стаканом воды минимум запивая, хлореллу и спирулину. Уже где-то так дней 10 может. Пока не поняла эффекта. Ну короче говоря, в общем, я делала как жидко мыло, у меня в итоге всё-таки оно наконец-то получилось густое, две капельки, и хорошо промывает волосы, тут всё. У меня, конечно, там есть одна штука, которую мне свет подарила для волос, но что-то я на неё сейчас посмотрела, я поняла, что у меня как-то будет не до неё, пусть она ещё постоит. Но вот шампунь самопальный у меня будет. У меня тут есть бальзам для губ, вообще у меня приличненько всяких бальзамов для губ, самопальных у меня на основе нашего пчели на лавыске, кокосового масла и всяких эфирных масел тоже. Это, кстати, баночка из-под бальзама для губ, который мне дарила как-то подписчица Лёля. Очень удобная баночка. Я думала, что он у меня будет в пустых баночках. Я даже вообще его хотела сунуть в пустые баночки, потому что, в принципе, до конца октября осталось шиш да маленько. Сегодня 28 октября, а в октябре 31 день внезапно. И это... Но как-то тут были моменты, когда я забывала им попользоваться. Были моменты, когда вообще как бы и пользовалась им и даже больше, чем нужно. Вот. Но он ещё тут есть, и он очень экономичный. Я думаю, даже если он закончится, допустим, он, наверное, закончится в первых числах ноября. Пусть он будет потом в пустой баночке ноября. В пустых баночках ноября. Это подарок давнишний, от подписицы Лёлечки. Это Эйвен Кэн. Увлажняющий ночной крем для ног с экстрактом лаванды. Но я не догоняю ночные крема для ног и рук. Вот. Ночной крем для лица я догоняю, крема для ног и рук я не догоняю ночные. Я им пользуюсь, ну, обычно утром после душа. Очень хороший крем, экономичный, вообще обалденный. Он слегка у меня просрочился, но как-то на нём это никак не сказалось. И он будет у меня, наверное, в пустых баночках ноября. На ноябрь у меня зубная паста, парадонтол, профилактическая зубная паста, набережный уход за чувствительными зубами и дёснами. Я её за 60 с чем-то рублей покупала в Ашане, где-то там, может, ближе к концу лета, тут 63 грамма, она очень экономичная. Вот она у меня будет юзаться в ноябре. Новые зубы после неё не рождаются, если ты не в курсе, патроли у тебя у меня на две трети молочные зубы. Не смотри на эту, самопальнюю, не смотри на наклейку, здесь уже другое, это не Шарм от Гринвей, это просто самопальня Дезик от Лёли, это фильтрованная вода и где-то примерно пол чайной ложки эфирного масла мяты. Очень хорошая штука, очень хорошо, так что я нигде рецепт не писала, кажется, но ты можешь, если у тебя есть какой-нибудь спрей, зафигачить туда эфирного воды, добавить туда эфирного масла мяты, так, приличненько, чтобы пахло, потрясти и прыскать себя. Это, в общем, отличная альтернатива дезодорантам покупанная. Такс, у меня мыло от подписчицы Лёлечки. У меня такое ещё мыло есть в запасиках. Я в начале этого года хотела это мыло потереть на тёрочку в СМР, а потом то, что натру, смешать с водой и попробовать сделать самопальный шампунь на твёрдой мыльной основе либо на твёрдом детском мыле. И вот, и ныне там всё никак не потру. Но вот одно мыло всё ещё там лежит, оно, которое отложено, а другое мыло у меня будет заявлено на ноябре. Оно у нас очень большое по размеру. Сейчас найду, где тут сколько грамм. Сколько тут, блин, грамм-то? Грамм-то где? Вот где-то, а вот 190 грамм. Но так как у меня давно нет геля для душа, я иногда вместо геля для душа использую пину для ванн. Но по большей части я использую просто кусковое мыло. Потому что самопальный гель для душа я что-то пока ещё не создавала себе. И в общем, я думаю, ну как бы я не зарекаюсь, но возможно у меня это мыло большущая уйдёт за ноябрь, будет потом в пустых баночках ноября. Буду его использовать как мыло для рук, соответственно, и как мыло для тушки в душе. Это Лёлечка мне дарила, спасибо ей большое. Так, что у нас тут ещё есть? У нас тут ещё что-то, не то чтобы овер дохрена, но ещё что-то есть. Вот это вот алманный пилингель для лица 100 мл опё. Не знаю, может неправильно произнесла, это какая-то корейская марка. Меня с этой корейской маркой познакомила подписчица Света. У меня есть какая-то маска ночная, супер жирная. Я её на уходы не обозреваю, потому что она у меня всё стоит, на меня так смотрит иногда, так говорит, типа, Лёль, может ты меня заюзаешь, может дашь мне ещё шанс? Она как-то со мной странно себя повела. И я всё забываю её заюзать. Ну и в общем у меня вот это, той же фирмы, только пилинг, очень нежный, клёвый пилинг, экономичный. Я когда им пользуюсь каждый день, когда-когда вспомню, ну в смысле раз в неделю, это вот как раз от Света тоже. Очень хорошая штука, мне очень понравилась. Она у меня на ноябрь идёт. Нежная и довольно экономичная. Так, у меня снова подарок от подписчицы Лёлечки. Эй, Ван Кэ, увлажнение, лавандовый сны, крем для рук, для всех типов кожи. Он типа ночной, что ли, фиг знает, мне казалось, что он ночной, да, перед сном, массажными движениями. Но так как я уже говорила, что не догоняю ночной или дневной, у меня нет разницы для рук и для ног вот этих кремов, поэтому я его пользую, когда пользуюсь. Он у меня одно время был в сумочке, велосипеда, как вот ездишь и надо лапки увлажнить. Одно время стоял в запасиках, одно время стоял тут где-то вот так, идёшь в комнату, проходной такой крем, о, крем для рук, надо попомазать. Последнее время он у меня стоит на кухне. Ну и, в общем, я его юзаю. Обычно я его реально сейчас, вот я сейчас поняла, что я его реально стала на ночь юзать. Перед сном я им мажу ручки. Очень классный крем. Я, конечно, тут уже в начале ролика помазалась, но почему бы не помазать ещё другим, который реально как крем для рук заявлен. Он быстро впитывается, у него приятный такой аромат, он не лавандовый, я не чувствую там лаванды, там какой-то ближе к тонко-лимонному аромату. Ну и, в общем, экономически хороший кремик, спасибо, лёлечке. У меня есть некоторые зрители, которые прибегают на канал и пишут мне, а есть что-нибудь, что ты сама покупала, а не то, что тебе подарили. Мне их очень жалко, я подозреваю, им никто ничего не дарит. Так вот, одна вещь есть, вот эту я сама покупала, а никто мне её не дарил. Это у нас Green Mama, формула такие, сливки косметические для снятия макияжа, череда и корень дубанчика, нерматизирована. Я с ними знакома более 10 лет, они мне очень-очень нравятся, я стараюсь их регулярно покупать, периодически. Я их использую иногда как просто протиралку, ну, вместо молочка для лица, как просто протиралку. По большей части его использую чисто смыть губную помаду, там, я же из декоративки использую только на губах, ну, из макияжа только помады-блески, только губы крашу. И как бы, благодаря Greenway у меня там случилась ещё одна тряпочка, но я этой тряпочкой по большей части протираю, поэтому она у меня в уходе на ноябрь не заявлена, у меня заявлены вот эти сливки, очень классные, экономичные, хорошие, и выгоднее покупать 170 миллилитров, с чего советую. А вот это мне снова дарила подписица Света. Это у нас Brerico Ночной флейт восстановления и детокс. Очень хорошая, крутая штука, я стабильно про неё забываю. Вот другую штуку покажу, я регулярно её пользую, каждый день, иногда, по два раза в день, ну, там можно утром и вечером, ну, у меня получается, допустим, утром и днём, да. А это я стабильно её забываю, я когда помажусь ей вечером, и всё, утром так ништяк. Ну, когда её, правда, смываешь, ощущаешь на коже, когда смываешь, когда намажешь, ты её вообще не ощущаешь на коже, а утром, когда умываешься, то понимаешь, что там что-то было намазано с вечера. Хорошая очень штука, экономичная, спасибо, Свети. Удобно так доставать. А вот это последний мой уход. Я сейчас посмотрю, тут, да, вроде как, на полу больше ничего нету. Там только то, что я уже обозрела. Последний мой уход. Средство тоже от подписчицы Света. Подарок это Гориньерс, витамин С, сыворотка, суперсияние. Очень удобная штука. Я её использую, сначала, ну, как бы умоюсь, а потом я наношу тоник самопальный для лица, вот, на основе алоэ геля. Алоэ веры. А потом я наношу буквально там через пару-тройку минут вот эту же сыворотку похлопывающими движениями сюда, вот так вот легонько. Иногда я её наношу, вот я марафичу губы и вижу, что тут какой-то сухой кусочек кожи. Я буквально капельку на пальчик, я или алоэ, гелем алоэ так делаю, или вот я буквально капельку на пальчик помазала, придавила, всё, сухого кусочка уже нету. Очень хорошая штука, написано, что её можно утром и вечером фигачить, но она у меня именно утром в основе идёт. Иногда вот так я как бы забуду её утром поюзать. Собираюсь куда-нибудь на улицу, смотрю, у меня там это, кожа такая, хочет, чтобы её увлажнили. Я фигак её. Буквально там минута, уже даже меньше, всё впиталось, всё ништяк. Спасибо Свете огромное, я вообще даже не знала, что такие штуки существуют. Очень удобный дозатор, даже я не нажимаю вот на эту фигню, я просто пальцем снимаю то, что тут набежало. Она экономичная, у меня только половина ещё истратилась, и может быть, она будет в пустых баночках ноября, может, не будет. Но вот как бы. На этом всё, вроде ничего не забыла, дезик показала, бальзам для губ показала, мыло показала, даже Кайлаш в этот раз вспомнила и показала. Всем спасибо за просмотр. Кстати, зрители, если ты хочешь поддержать мой канал не только лайком, комментом и подпиской, то ты можешь пройти в инфобокс и кинуть мне небольшую финансовую поддержку, допустим, на Донотейшн Аллерс. Да, я его тут внезапно снова откопала. Или подписаться на меня на Бусти, уж прости меня за эту рекламу самой себя, да? На Бусти, если ты, допустим, любишь СМР, ждёшь давно их, а их давно не было, а тебе хочется, тогда у тебя 200 рублей подписка всего лишь в месяц, тогда у тебя будет как бы ранний доступ к этим СМР, и они будут намного чаще выходить. И ты меня как бы мотивируешь своей поддержкой снимать чаще эти СМР. Если ты любишь мукбанги, то ты можешь подписаться на Бусти 300 рублей в месяц, на те же самые мукбанги, точно так же первым смотреть эти мукбанги чуть раньше, чем они были доступны всем остальным зрителям на канале. Или ты можешь поддержать меня биткоином, кинув меня немножко им, так же вот в инфобоксе. Или ты можешь поддержать меня каким-то любым другим способом, допустим, на ВКП, на Юмони, на карту Сбербанка или как-то ещё. Я буду тебе очень благодарна, к тому же я сейчас нахожусь в той стадии, что я коплю денежку на новую видеокамеру DGI Osmo Pocket 2 с офигительной стабилизацией. Ну, и ещё куча всяких нещетиков. Но я буду тебе очень благодарна. Если тебе, конечно, не сложно, и ты не знаешь, хочешь сказать мне спасибо за мои труды. Всем спасибо за просмотр и пока! Эй, зритель, поставь лайк, пожалуйста! Субтитры сделал DimaTorzok